Вообще желание было быть инструктором по стрельбе, по снайпингу. И мне это обещали в этой части, но все, что обещали, так и осталось. А что ты думаешь, что за тобой еще следили? Да, за мной производилось наблюдение. Я не знаю, кто эти люди, я их не обвиняю ни в чем. Ничего от них не жду. Единственное... И как часто они следили? Очень часто. Очень часто? Мое состояние сейчас не позволяет мне адекватно оценить обстановку в цифровых пределах. Понятно. А что ты, да, сегодня победил? Единственная цель моей акции была, наверное... Не, наверное, а единственная цель этой акции была, чтобы закончилось вот это, что происходит в моей жизни сейчас. Я старший сержант сил специальных операций, уволен по статье. Шесть лет я отслужил без доганна. Из них половину я служил в боевой части 8-й полк спецназа. И некоторое время в 99-м батальоне непонятно операций, коопераций. Не, наверное. А за чего у вас уволен? Находясь в батальоне, я свои обязанности выполнял на 100%. Не ужился с молодыми... С молодыми... Летен... Фу... Не ужился с молодыми офицерами. Вот и все. Просто не стал вестись на провокации. Устраивать скандалы. Провокации на драке. От некоторых особ были. Я не считаю нужным доказывать людям, которые на 20 и больше лет младше меня, кто я и что я. Если кого-то интересует моя репутация, пусть позвонит 8-й полк спецназа моим побратимам. Они вам все объяснят. Я живу честно, не нарушаю закон. Единственное, что хочу от жизни, жить, семью и заниматься любимой работой. Службе своей родине Украины. И вернуть Крым, богу старе. Скажи, Алексей, а сегодня вы вообще раньше же привлекались за наркотиками? Это были ошибки молодости. За наркотик один, каннабис, который в Крыму процентов 80 населения не считают за наркотик. И многие из тех, кто его курят, не курят даже сигареты. Я его не употреблял. Я возил людину, яка занималась распространением. У меня не хватило денег просто отмазаться. Я ничего не отрицал. Понес наказание, считаю, закона. Все осознал. Погашен. Первый срок был за то, что заступился за женщину. Второй срок за то, что поднял телефон. У спящего, юноши. Через интернет нашли мое место на сквозь. Я не стал отрицать. Получил срок, вот и все. Все мои судимости. Скажите, сегодня за вами я ходил на беду? Так точно. Вы же искалили подробно. Я не вижу смысла рассказывать подробно. Велось наблюдение. Сначала оно велось не очень профессионально. Потом, ну, чуть-чуть начали исправлять свои ошибки. Вот и все. Ну, одни и те же машины. Просто менялись люди. Одни и те же люди. Номера. Потом начали менять номера на машину. Все. Не все. Я просто перестал снимать, потому что понял, что люди, которые обещали мне помочь, отказались от моей помощи. И когда я к ним прибыл, они даже пытались подставить меня, непонятными вещами подбрасывая. Все это пресеклось и снялось на камеру. Все есть в ноутбуке. Ноутбук остался. Я не хочу себя оправдывать. Я поступил неправильно, конечно, подставил под удар. Ну, вообще, ну, это неправильный поступок. Но для себя я нашел такой выход. Потому что я честный человек. Я не хочу жить такой жизнью, которой я живу сейчас. Я две недели живу в машине. Куда бы я ни обратился. Везде. Мне отказывают. Сегодня утром я хотел подписать контракт. Но мне опять отказали. Мне отказывают на заправках. Мне отказывают в магазинах. Мне отказывают в банкоматах. Закодированы карточки. Взломан телефон. Машины. В машине осуществлялся ремонт в Броварах на авиационной 11. Личностью, которого зовут Дима. Которому я доверился. Думал, что он нормальная людина. Оставил у него свои личные вещи. Свою вторую машину, Opel Frontier. Итог всего этого. В Opel, на котором меня сегодня задержали, происходит непонятные вещи. Непонятно работает электрика. Впоследствии меня просто на дороге, стоя на мосту, отключили машину. И она погасла. И больше не заводилась. Все. Сопротивления не оказывал. Взрывчатки в моей машине не было. И быть не могло. Эта акция была просто для того, чтобы от меня отстали и дали жить нормальной жизнью. А людям ты говорил, что ты собираешься делать? А людей на мосту не было. Я когда заехал на мост, я попросил людей сначала вежливо за мной не ехать, потом грубо, выстрелом в брусвер. Заехал на мост, потому что... А что еще вы, водитель, видел? Что собираетесь делать? Людям? Да. Или автомобилистам? Автомобилистам. Ничего не говорил. Ну, я нахожусь в состоянии наркотического опьянения. Колол наркотики себе, потому что мне не давали спать 6 суток. Квартиру, которую мы нашли в интернете, опять же, начали происходить интересные вещи. И мне приходилось жить на улице, потому что, ну, непонятные там клоунады начали происходить ночью. А какие? Лишающие меня сна. Постукивание в окно, хороводы какие-то, открывание дверей в машине, включение света. Я, наверное, выбегал, ну, потерял сон. Шесть дней я не спал. Употреблял наркотики, чтобы не сбить никого в городе. На мост выехал, чтобы никому не навредить. Увидев ребят, подразделение Корт, сразу сдался. Не собирался ничего взрывать, потому что взрывать было нечего. В машине находились мои личные вещи. Из них документы, два зарегистрированных оружия. Помповое ружье «Хацан» и самозарядный карабин «Симонова». Помпа 12-й калибр «Симонова» 7,62х39. А какие напротивы вы употребляли? На обуфен. А где приобретали? В городе Киеве. Употреблял, чтобы, опять же, иметь доступ к своим мозгам, чтобы они были ясными. Не навредить людям.